И всем привет, ребят! С вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту. Сегодня у нас уже полноценный 20... Какой? 22-й выпуск! И к глубочайшему сожалению, 21-й еще не вышел у нас на канале, соответственно, я не знаю, сколько у нас набралось лайков на том видеоролике. Но мы будем ориентироваться от того количества, которое у нас было на 20-й серии. От нее мы откроем сегодня контейнеры. Как всегда, каждые 10 лайков это открытие одного контейнера, поэтому не забывайте обязательно прожимать лайки. Ну и сегодняшняя тема серии должна была быть посвящена новому званию, но к глубочайшему в очередной раз, к сожалению, я звание уже получил. Поэтому сегодня мы откроем контейнеры, посмотрим, что у нас происходит сейчас на аккаунте, ну и постараемся выполнить все задания. Ну а если вы все так же продолжаете поддерживать данную замечательную рубрику, то лайкозавру скинулись и все стало дуже-дуже доброе. Начинаем, конечно же, с открытия контейнеров. Ну можем даже пятнашку открыть, можем пятнашку открыть. Быть может на предыдущей серии набралось 150 лайков. Опачки! Пусковая установка Охотник выпадает нам, но она, конечно, мне не нужна. Была бы там боеголовочка с отключением расходки, вот она бы, я думаю, что бы мне пригодилась на сроке рочка. Охотник такое себе. Дистанционка все равно покруче себя чувствует. Сотик, ой, сотик, говорю. 10 тысяч крисов. Опа, что-то еще. Темно-синий пиксель какой-то падает. Мне нужны кристаллы. И желательно, чтобы этих кристаллов было как можно больше. Чем больше крисов, тем больше у нас на прокачке будет. Так, и еще. И еще вроде как один, да, контейнер. Опа, еще фиолет, не фиолет, фиолеток сколько падает. Если бы еще с этих фиолеток были бы какие-нибудь крутые устройства. Оп, батареечки. Хорошо. С 15 контейнеров заформили где-то около 40 тысяч кристаллов. Что очень и очень неплохо. У нас осталось не такое большое количество времени до окончания... Оп, удачно сменил. До окончания супермиссии. Когда я смогу получить на свой аккаунт 2000 целых танкойнов. Да, у нас осталось 5 дней. 5 дней выполнять заданки. Ну и 5 дней до окончания вот этих вот замечательных супермиссий тоже у нас осталось. По поводу них я, честно говоря, не знаю. Скорее всего у меня не получится их добить. Но хотя бы какие-то еще заданочки мне бы хотелось все-таки выполнить. Мне бы хотелось все-таки выполнить. Если бы это, ну хотя бы было вот 2 из 5, 2 из 5 по одному контейнеру, плюс там сверху звездочки, то это было бы уже неплохо. Так, смотрим, что у нас по заданиям. По заданиям у нас... Заходим сюда. Регби и захват флага. 400 кристаллов в захвате флага и в регби 1200. 1200. Постараемся быстро сейчас все тушануть. 10 дней до окончания челленджа у меня 660 звезд. Если честно, то это маленькое количество звезд. Но я надеюсь на то, что мы вот, например, выполним недельные миссии в ближайшее время. И у меня тоже будет неплохая прибавочка. Ну и, соответственно, уже будет намного больше шансов добить этот челлендж. Но вообще, по идее, если выполнять каждый день заданки, то я должен успевать выполнять все заданки и получать, конечно же, соточку с челленджа. Так, какая-то жесткая команда против запикалась. Тут какая-то хори изи долетает, что бешеная. Было бы неплохо, конечно, чтобы ее кто-то слил. И я, например, сейчас увез. Да, увозик есть. Подстраховочка есть. От майка 53-го. Возвратик будет. Да, возвратик есть. Только мне надо слить как-то вот это. Оп, хорошо. Фриз падает. Первую доставочку мы должны оформлять. 400 кристаллов это очень и очень мало, если честно. Поэтому нам достаточно даже вот примерно такого количества очков, чтобы получить эти кри. Но, 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 но. Афк мы же стоять не будем, правильно? Поэтому давайте постараемся, возможно, даже сделать быструю досрочку в этом бою. И, 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 и. Поставят. Да, хорошо, 2-0. И уже отправиться в следующую каточку. Отправиться в следующую каточку. Фриз, конечно, очень плотно может навалить. И у вас башня просто приваривается сходу. Вот этот выстрел, конечно, то, что я не попал, это очень плохо. Дал противнику доставочку целую. Блин, ну ужас, что творят эти фризы. Это просто габелье. Но надеюсь на то, что досрочка будет. Досрочка будет. И досрочка будет желательно в нашу пользу. Викинга магнум катается. Сидеть. Магнум еще актуален. Как по мне, он уже давно умер. Этот замечательный магнум. Ух, шафт с пробитием еще у противника. Тоже не такая неприятная вещь. Хороший выстрел накидываю. Без аптечки остается противник. Ну и было бы неплохо еще поднакинуть ему урона. Надеюсь, что кто-то может даже вернет. По идее, это должна быть быстрая катка. Либо в нашу, либо в сторону противника все-таки. На сандале здесь динамика очень хорошая. Сейчас бы кто-то бы помог бы, заехал бы со мной на вражескую базу. Мы бы могли бы овердрайв прожать. Сразу, сходу. Блин, офигеть. Везида с своим перитром, конечно, это просто ужас. Сколько много она урона наносит. Васпик залетает. Так, Васпика там слили. Нашего харька тоже слили. Вот сейчас надо, чтобы кто-то заехал. Чтоб кто-то заехал вместе со мной. Это будет отличный шанс на возврат. Есть кто-то на заходе? Распарельщик есть какой-то. Ладно, короче, делаем так. Соло овердрайв, возврат, доставка. Шикарно. Но это надо было сделать. Можно было бы, конечно, подождать тиммейта, вместе с ним разыграть. Но если я уже увидел, что там хороший есть тайминг на возврат флага, то почему бы им не воспользоваться, почему бы быстро не доставить. При том, что это катка против легенд. И порой у меня нет хороших ситуаций для прожатия, для возврата. Для работы вообще в целом с овердрайвом. Поэтому лучше сделать вот такую комбинацию замечательную. Так, попробуем сейчас вернуть. Блин, не успел. Не успел я, к сожалению. Хоре фриз. Хорошо, хоре фриз возвращает. Доставочка будет, не будет. Наш тиммейт потерял флаг. Хорошо. Я тут как тут. Если противник не подберет, он не подберет. Супер доставка. Так, ну давайте, 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 ребяточки. Подсобираться надо. Подсобираться, подсобираться. Надо заканчивать эту досрочкой катку. Надо заканчивать досрочкой. Уже 4-1 мы ведем. Очень хорошо все пока что складывается у нас в этом бою. И надо бы ее завершить на такой же хорошей позитивной ноте. Диктатор летит уже с еще одной доставкой. 5-1. Я могу вообще, в принципе, аккуратно от дефа поиграть, если наши тиммейта будут увозить. Чтобы у нас никто не ушел. Увоз есть. Потихонечку. Тиммейт увозит. Ну здесь право, если закрою. Будет неплохо. Тесла накидывает урон. Вот это, к слову, о том, зачем мне нужен был резист от Теслы. Резист от Теслы очень полезен. Очень полезен сейчас в матчмейкинге. И даже... Ну, даже... Даже вот на страйкере, да. То есть, хоть мне, например, писали, что ты там сможешь убегать от Теслы. Она, типа, тебе не будет наносить урон. Она при любом раскладе все равно будет наносить урон. И от нее нужен резист. Потому что их встречается в большом количестве. И они ее очень жутко бесят. Соответственно, в таких ситуациях ты будешь всегда полюцовываем моментики для себя. Так, вот этого у вас прикослить. Хорошо. Ну и надеюсь, сейчас тиммейт уже привезет последний флаг. Мы доработаем здесь в дефе аккуратненько. Увоз через право хочет успеть. Ну, я его заблочу. В очередной раз Тесла ничего не сможет сделать. Если мы ее просто заблочим. Да, хорошо. Доставка есть. Супер. Супер, 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 супер. За 6 минут мы забираем одну заданку. У нас есть отличная возможность сейчас... Все заданки выполнить очень быстро. И, к слову, это победная катка. А победная катка мне очень сильно нужна была. Так, 4 дня, 4... Все, все верно. Я всегда вот переживаю, что вдруг я какой-то день, знаете, пропустил. И потом, знаете, как будет неприятно. Когда тебе не хватает одного дня. И ты такой, Блэд, что делать теперь? Ё-моё. Шо робыты, хлопцы? Должно было быть все четко. А ты такой, бах! И все. И все твои старания улетели в никуда. Ну и понятное дело, что когда мы еще добьем, то откроем ультраконтейнеры, ультраконтейнеры. Через 4 дня можно будет открыть. Так, ну теперь в Рэгби надо 120 тысяч урона набить. 120 тысяч урона это уже... Ну, чуть-чуть посерьезней. Блин, легенды. Давайте я лучше перепикну. Я хотя не любитель вот этих... Моментов. Но сделаем один перепик. Если вот сейчас будет легенды, то я играю. Просто мне бы хотелось, чтобы я попал примерно к своим званиям. И тогда... Тогда просто эту заданку можно будет выполнить намного быстрее. И даже если будет досрочка, мне не придется пикать еще раз. А так... Ну, всякое бывает с этими легендами. Могут меня немножко где-то прижать. Конкретно так. И ничего не получится хорошего у нас. Но меня закидывает на еще одно плато. Только уже за другую сторону. Здесь, ладно, легенды. Но чуточку-чуточку вроде как послабже. Должно быть получше. Хотя можно было бы, наверное, и ту катку играть. Я поторопился с тем выходом. Иногда это тоже своего рода ошибка. Ты гонишься за чем-то более приятным. По итогу получаешь еще хуже катку. Ну, посмотрим, что у нас будет тут. Первую доставку тиммейт уже быстро оформляет. 120 тысяч урона. Это примерно, наверное, килов 15-20. Если хорошо все будет получаться. За 15-20 килов можно уже будет эту заданку выполнить. Так, вот этого хоппера надо слить обязательно. Он еще и играет с защитником. Ну и можно тоже пытаться доставлять. Почему нет? Почему нет? Доставки никто не отменял. Поэтому пробуем. Пробуем хотя бы помогать тиммейтам на этих доставках. Если вдруг сейчас тиммейт упадет, то я... Ладно, не падает. Хорошо. Я мог бы тоже доставить. Не упал. Отлично. Можно еще добавить урончику. Так, 65 очков, 4 килла. Ну да, где-то мне 15-20 киллов. Я думаю, что будет достаточно. Главное, чтобы катка чересчур быстро не закончилась. Иначе я просто-напросто не успею набить такое большое количество урона. Ну и если я еще буду весь этот урон наносить у этого хоппера, у которого защитник, то ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Сейчас бы вот эта дроповая аптечка мне бы очень сильно помогла бы. Которая начинает, к слову, уже выпадать. Так, ну вот теперь можно уже, по идее, и отправляться. Попытаться доставлять. Так, опять этот хоппер. Снова он. И снова этот хоппер без аптечки остается. Да, тяжеловато пока что, тяжеловато, если честно, тяжеловато. Хоть мы и ведем 2-0. Но я понимаю, что очки у меня формятся довольно слабо. Такой катки. Довольно слабо. Нужно больше и больше накидывать. Ведь этого количества будет явно недостаточно. Хорек что-то прижался к углу овердрайва. Здесь, кстати, не падает по центру. Из-за зоны мяча. И есть хорошо тоже. Такой себе моментик. Оп, хороший тайминг для прожатия овердрайва. Неплохой урончик на накидке. Ну и, к сожалению, меня сливают. Противник может опять доставить. Начиналось все красиво. Сейчас мы уже начинаем улетать потихонечку. На 2-2 противник поехал. Пробуем по харьку урончик обнести. Было бы неплохо поймать вообще типов, которые без ДАшки. Знаете, по таким пострелять было бы очень приятно. Например, там без ДАшки. Оп. И криты, чтобы позалетали тоже хорошие. Больше критов. Больше шансов на то, чтобы... 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 Завершить эту каточку с выполненной заданкой. Нам продолжают доставлять. Продолжают доставлять. И даже Хоппер. Лаксерва. Может скинется мяч? Да, скинулся. Скинулся, но противник все равно может доставить. Еще один. Зачем так давать шанс на доставку? Оппоненту. Не понимаю я. Я чисто стараюсь играть на урон. Да? Я по заветам дяди Толи играю в режиме регби, как в ТДМ. Потому что мне нужен урончик. Урончик. Все очень просто. Мне просто нужен урон. Соответственно, я на него потихо и катаю. Так, есть шанс на доставку. Нету шанса на доставку. Викинг прожал овер? Нет, он даже не прожал. Офигеть, а как он меня так быстро сдул? Я думал, он прожал овердрайв. За счет этого так быстро я уехал на респ. А он даже без прожатого овера унес меня в два счета. Старика хорошо обработали. Так, медь через справа. Давай, ратник. Я верю в тебя, мы можем доставить. Старый тоже игрок. Любитель краски диджитал. Мне кажется, даже еще когда резисты на красках были, он тоже на ней играл. Может быть, конечно, ошибаюсь. Но он таких красок любитель. Так, у нас 10 минут еще до конца боя. Если у нас будет полная катка, то я 100% успеваю выполнить эту заданку. Но заданка это одно. Было бы еще неплохо, если была бы победа. Работаем. Бомбочка. Хорошо. Ой-ой, сколько миль. А кто столько мин там на... А, вот этот вот, да, арес. Ареса надо слить, я понял. Викинг прожимает овердрайв. Надо слить ареса. А как мы можем слить ареса? Можно, кстати, посмотреть, там может быть через лево, если заехать. Ой-ой-ой-ой. Ревник можно доставить. Блин. Чуть-чуть урона не хватило. Там можно будет попробовать через правый верх заехать и слить этого ареса. Но мы уже летим. По счетику. Да, ну и вот как бы легенды, да. Тоже, в принципе, в табе все легенды видны. Легенды. Жесткие, как говорится. Еще один хоппер. С защитником. Против. Или это тот же самый хоппер? Не, наверное, это другой. Наверное, это другой. Хороший урон. Типа фу, расходка с респаш, что ли? А, да-да-да. Кто-то еще играет до сих пор на этих дронах. Тетическая миночка сработала. Блин, ну мы уезжаем. Очень хорошо, что я выполнил заданку с победой. Это очень хорошо. У меня, конечно, есть еще недельная заданка, где надо 5 побед. Ну, недельная, я думаю, что мы вместе с вами выполним. А вот эта вот заданка. Она, конечно... Всегда радует, что ты ее можешь, например, с первого боя выиграть. И забыть про нее. Потому что... Ну, всякое бывает. Всякое бывает, реально. То есть ты можешь сыграть там 5 боев и не выиграть ни одного. А у тебя заданка, где надо выиграть каточку, чтобы получить, во-первых, один ультраконтейнер, во-вторых, чтобы цепочка у тебя продолжилась. И когда вот ты не можешь эту катку выиграть, то это максимально дизморалит тебя. А так, когда ты уже выполнил, ты понимаешь, что на чиле, на расслабоне. Да-да, нет-нет. Выиграешь, не выиграешь. Улетаешь. Ну, значит, улетаешь. Ну, что поделаешь. Что ж поделаешь. Это матчмейкинг. Здесь уже ничего не поделать. Так, я, кстати, свои 20 киллов уже почти набил. Я сказал, что 20-ки мне хватит, чтобы 120 тысяч урона у меня было. Вот сейчас я с 20-кой, да, понимаю, что, скорее всего, у меня до сих пор этих 120 тысяч урона нет. До сих пор нет. Мне кажется, что у меня где-то около 90 тысяч сейчас. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне так кажется, что у меня еще небольшое количество. Так, вот этого ареса там надо слить. У него очень много мин. Мне надо вот такой выстрел дать. Раз. А, он шар прожимает. Ну, невозможно слить. Не хватит мне сил его унести. У викинга есть овердрайв. И у него нет кулдауна на расходку. Но очень жестко. Очень жестко, очень жестко. Ну, нужно стараться все равно доставлять. Стараться накидывать еще больше урона. Самое главное не урон, урон. Мяч 1 за сейвили. Так, хантер сейчас будет проживать овер. Надо его слить. Хорошо. Хорошо. Так, ну и теперь надо пробовать как-то вести. Как-то вести, пробовать. Да, это все тот же самый хоппер, я так понял. Думал, с небольшим дабл-кликом. И я нанесу критический урон по этому хопперу. А крит не залетел. Было довольно близко. Так, у викинга есть овер. Прожимать будет интересно. Не поедет просто по минам. Тоже неплохой мув. Поехать по минам. Так. Хопперу накинуть. Урончик. Еще добавить. И вот потом хантеру. Добавить, добавить, добавить. Довольно тяжело попасть в таких ситуациях. Но было реально. Было реально. У меня просто не залетело. Чуть-чуть. Да, но это скорее всего уже не вытягиваемая катка. 1.22 одного типа нашей команды. 1.22 очень о многом говорит. Ну и туда. Уже доставки летят только в путь. 5.2. Скорее всего уже мне хватает урона, которого я нанес. Соответственно. 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 Мы уже. Мы уже готовы. К окончанию этого замечательного боя. Офигеть. Вот хопперы все-таки ну до сих пор имеют какой-то вес в матчмейкинговых боях. Хоть иногда и кажется, что они настолько бестолковые. И они уже полностью не актуальны в матчмейкинге. А вот такие вот игроки, которые довольно грамотно прожимают свои овердрайвы и все равно доказывают мне обратное. Доказывают, что на нем еще до сих пор можно играть. До сих пор можно приносить пользу. Три минуты до конца. Противнику одна доставка. Мы, конечно, поборемся до конца, что есть в наших силах. Но надолго меня, конечно, не хватило. Доставят, не доставят. Скорее всего... А, хотел сказать, не доставят. А он доставил. Так, 4000 кристаллов. Даже вот с такой катки 4000 кристаллов и 5000 опыта я заработал. Нормально еще пойдет. Хорошие кристаллы. Все заданки выполнил. Ну и это отлично. Это великолепно. Плюс контейнер. Плюс проходка по челленджам. И плюс контейнеры еще вот здесь. Итого мы три целых конта заформили за видеоролик. Это очень хороший результат. Это не считая того, что у нас еще есть две недельные заданки. Из двух недельных мы еще тоже получим контейнеры. И получим звездочки. Те самые, которые мне очень сильно нужны. Так, ну и все вроде как. Вроде как все. 100 тысяч кристаллов у меня уже на аккаунте имеется. По прокачкам сегодня у меня еще ничего не докачано. Но кому интересно, вот такая вот какая-то ситуация у меня на сегодняшний день. Это дикострайкер уже на 5 шагов качанный качается на 6. Бустер качается с 9 на 10 шаг еще 5 дней. И 3 резиста у меня уже по 4 шага качаются до 5. И через 2 дня уже пойдут на 6 прокачку. Из всего этого я могу сказать, что похоже резисты у меня будут быстрее фуловые, чем дикострайкер. Хотя могу ошибаться. Там все зависит от того, сколько времени потом надо будет ждать на прокачке. Как-то так, друзья. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Не забываем, что каждые 10 лайков все так же открытие одного контейнера. Ну и я лично безумно благодарен тем ребятам, которые до сих пор поддерживают данную рубрику. Пишут в комментариях хорошие слова мотивирующие, которые меня подбадривают даже тогда, когда я уже думаю, что блин, блин, может не записывать, может не записывать новые серии. А мне говорят, я так долго ждал. И это, конечно, мотивирует. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok